Ирина, Ирина, Бёрн. Бёрн – это медвежий остров или как это? Да, Бёрн – это значит по-скандинавски «медведь», а О – у нас буква О перекрёстом. Называется остров. Очень легко и просто. Остров. О-О-КО. Да, у тебя такая фамилия интересная. Фамилия у нас такая. У нас такой остров есть, медвежий остров в Дании. Он маленький, там живут 15 человек. Что ты говоришь. Как там в Дании погода сегодня? Сегодня плюс 6 градусов. Очень тепло. Было потрясающее солнце и распустились первые цветы. Замечательно. Я тебя поздравляю с первыми цветами. Спасибо. Скоро конференция у нас, да, 8 февраля? 8 февраля у нас конференция. Мы уже начали выкладывать материалы. Я тебе поздравляю, что ты меня туда пригласила. И мы вчера проводили бесплатный литбез против стресса. И там мы долго обсуждали, затянулись, потому что там были больные, здоровые. И поэтому делать ли группу для больных, не делать ли группу для здоровых, только для продвинутых, которые по ключу. Ты посмотрела все это, да? Да, да, да. Были интересные, я говорю, очень интересные дискуссии, потому что я думаю, что это правильно разделить людей на две категории. Одни, которые хотят метод просто попробовать и свое здоровье поправить. Это очень важно. Очень важно. Начать со своего здоровья. И вторые, которые уже знают этот метод, но они хотят продвинуться еще глубже. И тут-то нужны такие вот методы уже специальные для людей, которые занимаются творчеством, может быть, бизнесом, может быть, чем-то таким, тем, что люди не занимались до того, собственно говоря. Поэтому вот тут особая группа нужна. Поэтому две группы – это важно. Да, но самое главное, что ты там ответила для себя? Что там было самое главное? Мне очень врезала в мою память, собственно говоря, ваша мысль о том, что у человека должно быть призвание. И вы сами рассказали, что вот мое призвание – это сделать школу. Школу нового человека. Хомо футурус. И для того, чтобы сделать вот эту школу, вот для этого вы живете. Вы живете ради будущего. Вы живете ради того, чтобы эту школу создать. Так вот, если у человека нет этого вектора будущего, это не человек, это животное. Оно кушает, ходит в туалет, может быть, немножко наслаждается жизнью. Но будущего нет. Это вот у меня куропатки дома живут, вот мои куропатки, они не знают, что завтра будет восход солнца. Но они сегодня, сегодня снесли два яичка. Вот. И, значит, но завтра у них нет. У нас мы отмечаемся тем, что у нас есть будущее. Вот это вы вчера показали. И очень важно, что вот этот вот вектор будущего, чтобы был у каждого человека. Сейчас у молодежи вот этот вектор будущего отрезан. Семьи не нужно. Обладание не нужно. Читать не нужно. А что нужно? Они говорят, вот живем одним днем. Вектор будущего. А он может быть построен благодаря вашему методу. Я хочу тебя спросить, а там это было, ну, отмечено это было, вот что именно будущее. Как раз таки, что наша школа занимается как раз таки развитием человека способности видеть это будущее и развивать у себя качество человека будущего. Там вот это вот, что без этого будущего вообще нету. Вот это вот то, что ты сейчас говоришь, настолько важно. Вот для меня лично это очень важно. Там было это заметно? Видно, было это? Там было это маленький кусочек. Может быть, это было 2-3 минуты. Это недостаточно, потому что я считаю, что это центральная вообще тема сейчас для всего человечества. Потому что мы должны построить всему человечеству вектор будущего. Вот, 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 вот. Чем вы и занимаетесь, собственно говоря. Да, вот спасибо тебе, что ты сейчас ответственно ответила. Я тебе очень благодарен. Да, значит, мы при приближении к дню конференции еще разочек встретимся, я надеюсь. Ты сможешь. Обязательно, да. Мы встретимся. Я ваши ролики распространяю, и мы обсуждаем их. И большое. Стараемся, стараемся, чтобы помочь этой школе будущего. Я призываю всех людей, которые смотрят это видео, не забыть поставить лайк, не забыть нажать на колокольчик и своим друзьям видео распространить. И приходите, пожалуйста, на вебинары. Да, да, да. Это ты имеешь в виду там в Дании, да? Или ты еще где-то имеешь в виду? Всех, кто нас видит. Это по всему миру. Русскоговорящие очень много. Мы еще на английский переведем это все потом. Пока только русскоговорящая публика. Я тоже всех прошу, чтобы поставили вот эти вот, делиться там, колокольчиками. Да, да. Называется этот механизм, я не знаю. Ну, чтобы больше людей узнали о чем-то будущего. Да, да. Человека будущего. И мы сейчас там обсуждаем науку человечности. Это очень важная наука человечности, потому что оказывается, что человеческие качества, они помогают даже в деловых отношениях, даже при поиске работы, даже при бизнесе, даже при многих отношениях личных. Человеческие качества. Иногда мы забываем, потому что нам иногда кажется, надо быть таким или таким. Я даже помню, в мое время была целая серия книг, что женщина должна быть стервой. Ну, к примеру, да? Ну, да. Целая была эпопея на эту тему, что женщина должна быть вот такой вот прямо такой. На самом деле, человеческие качества, они решают все. Да, и мы не должны забывать, что мы человеки, и вот значит, что мы человеки, и что мы должны иметь образ будущего. Правильно заметила, я очень просто рад очень. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. И вот, нет, еще секундочку скажу. Вот мы начали говорить о человечности, да? Нас расчеловечивали очень долго. Вот, вторая мировая война – это сплошное расчеловечивание. Первая мировая война. Вот, поэтому очень важно, вот это вот направление человечности. И в этом направлении я работала тоже несколько лет. Я пыталась понять, что нужно людям – любовь или доброта. Вот я думала, что хотя бы написано, что мы должны все вместе друг друга. Это очень трудно сделать. Вот мы с моим папой это очень долго обсуждали. У меня папа очень мудрый был. Но вот быть добры к друг другу – это можно всем, всем. Даже если вы не любите человека, вы можете быть с ним добрым. Я тебе скажу мое наблюдение по этому поводу. Ну, во-первых, конечно, доброта. Это ближе, это более земное, и человеку любому понятно. А что касается любви, то люди, поскольку это было сказано, любить ближнего своего, как самого себя и так далее. Это было тысячи лет назад сказано. И люди сегодня современные, они уже другие. Они воспринимают любовь как эмоциональную составляющую. Они думают вот так вот, как я думал, будучи еще подростком, «Как же я могу любить ближнего, если я его терпеть не могу?» Ну да. Потому что, оказывается, дело было не в эмоциональной составляющей, а дело было в уважении, в человеческом отношении. Конечно. Конечно. Они путали вот эту эмоциональную составляющую. Слово «любовь» – оно слишком интересно. Мы его будем рассматривать у нас в школе, обсуждать. Мы сейчас будем рассматривать совесть, любовь, сопереживание, чувство чужой боли, чувство бесценности живого. Каждый будем определять это понятие, потому что мы же науку создаем. И так мы делаем определение. И поэтому я сейчас говорю, что понятие «любовь» – это очень сложное понятие. Потому что я на самом деле не могу любить ближнего всякого. А уважать могу. Конечно. И по-человечески относиться могу. И быть добрым. Да-да, и быть добрым, отзывчивым. Ну вот, спасибо тебе огромное. Спасибо. До встречи. До встречи. До свидания. До встречи. Всем всем подписчикам до свидания. Всем-всем привет. Привет.